Вчера слышал в сердце Слово, и с филиппийцем неожиданно прозвучало слово. Просто днем я что-то делал, прозвучало слово «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцем 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я не знал, что это будет темой проповедью, но сегодня утром Господь побудил меня проповедовать о победе, о победе Божьем благословении. И вот это слово я в первую очередь сказал филиппийцам 4, 13 «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Здесь Павел говорит о разных нуждах и обстоятельствах, но если мы подумаем и усомнимся, и подумаем, что здесь говорится, именно он говорит «я умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии, быть в недостатке». То есть этот стих показывает о физических нуждах и физических благословениях, о голоде и о сытности, сытости, о скудости и о изобилии. То Бог говорит в Библии гораздо больше. Если мы усомнимся и подумаем, что речь идет о каких-то только материальных благословениях, но это не так, потому что Слово говорит нам гораздо больше о победе и говорит нам о разных сферах нашей жизни. И благодарение Богу Господь предназначил нам победу. Знаете, когда Бог еще выводил Израиль из Египта, Он уже сделал их победителями. И победа их была в том, что, во-первых, сам Бог стоял за них, сражался за них. И, во-вторых, победа была в том, что, если они слушались Господа, исполняли Его заповедь, то Господь сказал, что враги убегут семи путями, придут одним путем и убегут семи путями. И Господь также сказал в Второзаконии 19, простите, 20 главе, в Второзаконии 20 главе, Он говорит, когда ты выйдешь на войну против врага твоего, я сейчас не имею в виду врага, это как человека для нас с вами, мы уже говорим духовно, да, духовные враги и атаки. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней, колесницей и народа больше, чем у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь. Аллилуйя, кто верит в это, скажите аминь. Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, когда вы приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу. И Бог дал слово, которое нужно говорить, и священник точно знал, что нужно сказать. И скажет ему, в Второзаконии 20, стих 3, «Слушай, Израиль, Израиль означает Божий воин или Божий победитель, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабевает сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими и спасти вас». Аминь. И дальше Господь говорил некоторые условия. Он говорит, кто имеет какие-то благословения, но ими не воспользовался, пусть возвращается. Кто год всего или до года еще семья создана, пусть возвращается домой. А если кто-то купил дом и не успел обжить, пусть возвращается в свой дом. И, знаете, если кто-то боязлив и малодушен, Господь говорит, пусть возвращается домой, чтобы не сделал сердца братьев своих малодушными. Бог не сказал здесь, что в любом количестве идите, идите все, лишь бы вас было больше. Он сказал, что если ты боишься, не иди. Ты и страх принесешь в жизнь других людей. Знаете, Бог не хочет, чтобы приносили страх и сомнения в сердце других. Согласитесь, скажите, аминь. Но приносили победу. Поэтому Бог не зовет сразу много. Когда Гедеон пошел в сражение, то у него было очень много народа. Но Господь сказал, скажи ему, кто боязлив, пусть идет домой. И осталось 10 тысяч. И Господь говорит, все равно много. И подведи людей к воде, пусть они пьют. И вот если они будут пить определенным образом, как бы лакать языком, как вот пес это делает, то есть наклонились и вот так пили воду, то вот этих людей поставь особо. И таких лакавших в воду было 300 человек. Мы видим, что Господь, Он не смотрел на количество, сколько сразу пойдет в работу, в битву, в служение. Но Он смотрел на те сердца, которые Ему нужны. Он избрал их, избрал тебя в том числе, избрал нас. И Господь совершил великое. И поэтому здесь Господь говорил, что, во-первых, Он обещает победу, даже если некоторые будут бояться. Даже если некоторые пойдут домой. Даже если они боятся, что они вот не воспользовались своими благословениями, своим имуществом, квартирой или чем-то, боятся погибнуть в сражении. Но Господь гарантировал победу. Он гарантировал победу. И поэтому Божий народ, Он всегда победоносный. Всегда победоносный. Независимо от временных обстоятельств, сегодняшних, может быть, или вчерашних, все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. И Бог говорит о победе как в Ветхом Завете, так в Новом Завете. И Господь хочет, чтобы мы имели это в своем сердце. И имели всегда, очень сильно. Римлянам 8 глава говорит нам о разных духовных битвах. И это говорится тебе и мне. Римлянам 8, Господь говорит так. Римлянам 8 главе. Это стихи 32-го. «Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Всего – это значит все. Все – это значит все необходимое, нужное, правильное благословение от Бога. Бог благословил нас всеми духовными благословениями в небесах. Слово «все», слово «всеми», слово «всего» – это совершенное слово. Слово говорит о совершенстве. Все. Бог говорит в Откровении. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Когда мы придем в Царство Божие, и если мы придем как побеждающие, Бог говорит нам о победе. И Бог предназначил нам силу, и Бог предназначил нам победу, то побеждающий получает все. Все, что в небе, Бог даст победителям. И Господь говорит нам о победе уже в Новом Завете. И это самые разные виды побед. Я сказал, что это не обязательно физически. Мы сейчас не говорим о войне. Мы говорим о духовной победе. И, например, победа над миром, 1 Иоанна 4,4, говорит ясно. «Сия победа, победившая мир, – это вера наша». То есть все, что в этом мире, и все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, это не есть от Отца. Это от мира сего. Мир проходит, и похоть его. Но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Победа над миром, и всем, что в этом мире, заключена в вере. И написано, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. То есть в нем есть вера. И эта вера дает абсолютную победу. Слово говорит в Ефесянам 6 главе, чтобы мы больше всего взяли веру, как щит, которым можем угасить все, скажем слово «все». Все раскаленные стрелы лукавого. Обратите внимание, Бог говорит, и я хочу сегодня подчеркивать это слово «все» или «все». Потому что это максимальное слово. Это нет больше этого слова. То есть это слово включает все, все благословения. И римлянам в этой главе говорится, смотрите, кто будет обвинять избранных Божьих? Первая атака. Кто будет обвинять? Библия говорит, что дьявол есть обвинитель. Так и переводится. Обвинитель. Сатана обвиняет тебя, обвиняет верующих. Написано, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. То есть если существует атака на тебя в смысле обвинения, то Бог является твоим оправданием. То есть Он дает тебе победу над обвинением. Кто будет обвинять избранных Божьих? Ответ. Бог оправдывает их. Слава Господу. Аминь. Дальше. Кто осуждает? Вторая атака. Осуждение. Кто осуждает? Христос Иисус умер. Да, Он был уничижен. Он был, казалось бы, побежден в смерти. Он не был побежден. Но мы можем призывать, вот Иисус умер. Но Он и воскрес. Он победитель. Он одесной Бога, и Он ходатайствует за нас. Есть вещи, когда тебя кто-то обвиняет. И это может быть очень больно. И бывает, что тебя кто-то обвиняет даже по жизни. Но Бог говорит, что ты будешь победителем. Иисуса обвиняли. Помните? Иисуса обвиняли. И Иисус, однако же, был победителем. Я хочу сегодня сказать о том, что Бог даст тебе победу, тебе и мне, в независимости любых обстоятельств, если мы исполняем определенные условия. Выше говорится, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. Любящим Бога, то есть если мы являемся теми, кто любит Бога, если мы являемся избранными Бога, потому что сказано, кто будет обвинять избранных Божьих, мы должны знать, кто мы во Христе. Мы избраны Господом. И Библия говорит нам, что Дух ходатайствует за нас, и Он подкрепляет нас в немощах наших, то есть мы можем уставать, мы можем иногда быть немощными. Или мы не можем сами, но Дух подкрепляет нас, святое, это Римлянам 8, 26. Но здесь говорится слово о абсолютной победе. Смотрите, дальше мы читаем. Кто будет обвинять избранных Божьих, мы читаем 33 стих, Бог оправдывает их. Кто осуждает, кто-то осуждает тебя. Я читал вчера о том, как ученики ели колосси. По-моему, это Матфея 12 глава. Их осуждали. Они растирали колосси и ели. А это была суббота. И некоторые почитали субботу неправильным образом. Некоторые сегодня почитают субботу неправильным образом. То есть мы должны почитать Господина субботы, потому что Он есть Господин субботы. Мы почитаем Господина субботы. На Ветхом Завете Господь сказал, уважай, то есть день субботы, в смысле день седьмой недели. Ты должен не делать работу, ты должен как-то искать Бога. И они ходили в синагогу. Но Бог не имел в виду, чтобы мы почитали буквально день. И те, кто почитают день, они ставят день выше того, кто руководит этим днем, то есть Господа. Это ошибочно. Поэтому, встречая христиан, некоторых я встречал в городе, они почитают субботу. Они говорят, субботним днем вас поздравляем. Они так мне сказали. Я не осуждаю вас, но понимаю, что они имели в виду, они очень сильно держатся вот этого почтения. Но Бог позволил ученикам кушать в субботу. И когда их осудили, то есть если мы знаем, что когда наш дом находился рядом с адвентистами седьмого дня, мы старались не работать в субботу у них на виду, потому что на нас бросали косые взгляды и осуждения. Потому что в субботу у них нельзя было ничего делать. Поэтому как-то опасались вытряхивать половики и что-то делать, чтобы не обидеть их. Потому что у них богослужение 10 шагов, наверное, от дома. И я не осуждаю их, дети Божьи. Но вот их совесть, их вера, она очень сильно основана на этом. Но вот фарисеи и книжники, они именно вот настолько эту субботу представляли, как они хотели. И они осудили учеников. А ученики были голодными, они просто шли через поле. И они взяли колосья, стали растирать руками, шелушить их и есть. И Господь Иисус, Он защитил их в их осуждении, в осуждении на них. Он сказал, вы не осудили бы невиновных, если бы вы знали, что значит милости хочу не жертвовать. Вы не осудили бы невиновных. И вот слово говорит осуждение. Осуждение – это довольно сильное оружие. Есть такое оружие сатаны, называется самоосуждение. То есть это когда человек, он осуждает и самоосуждает себя, даже после того, как он прощен. Когда его простили. Когда он прощен Господом. Но он находится в самоосуждении. Это уже другое оружие. Это оружие сатаны. Это уже не действие Господа Духа Святого. Бог обличает, но благость Божия ведет к покаянию. И дает человеку радость. Аминь. Но сатана иногда начинает осуждать человека. И обвинять его через, может быть, несколько лет. Или даже через десятки лет. Хотя он уже покаялся, служит Богу. То есть это называется сомнение. И неверие в милость Господа. И таким образом человеку очень тяжело. И вот Господь, Он говорит тебе, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но Он и воскрес. Он одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Есть победа над осуждением, скажите, аллилуйя. Есть победа над обвинением. И дьявол, он есть обвинитель, он останется обвинителем. Он никогда не скажет о тебе, что, ну да, ты теперь стал хорошим. Ты на самом деле, я не могу ничего сказать. Нет, Он никогда не скажет тебе. Он никогда не скажет и никогда не остановится в своем обвинении. Он обвинял апостола Павла всю его жизнь. Апостол Павел находился под обвинением иудеев, под осуждением ревенителей закона, потому что им казалось, что Павел нарушает там закон. Но на самом деле он, Павел исполнил закон в смысле верой. Закон был исполнен в нем. И поэтому оружие сатаны, самое разное оружие существует. И Господь говорит нам в Писаниях, здесь в 8 главе. Христос умер, но и воскрес. Он ходатайствует, то есть Он заступается за тебя. Дальше. Кто отлучит нас от любви Божьей? Теперь вступают такие орудия, которые называются скорбь. Скорби могут быть разные. Есть скорбь утраты, скорбь потери, скорбь гонения. Господь сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. В мире будете иметь скорбь. И Господь сказал, вы будете иметь скорбь дней 10, и некоторых из вас умертвят. Книга Откровения, 3 глава. Господь говорил им слово пророческое, что они будут иметь гонения. Будет иметь скорбь. И Библия говорит, что много скорбей у праведного. Но от всех их избавит его Господь. То есть победа обеспечена во Христе, если мы избраны Божьи, если мы праведны. Слава Господу. Аллилуйя. Кто-нибудь верит в это? Кто-нибудь действительно верит в это? Скажите Аминь. В 35 стихе говорится. Теснота, то есть давление. Давление – это что-то, что конкретно может на тебе быть уже долгое время. Что-то коснется тебя – это одно. Кто-то атакует тебя – это одно. Но давление – это уже осада. Это когда уже город окруженный войсками, и когда такое идет давление каждый день, и те, кто осаждены, они переживают, хватит ли у них воды, хватит ли у них пищи. Такое давление постоянное, нестихаемое. Это не отдельная атака, но это давление, стеснение. И Господь говорит, разве отлучить нас от любви Божьей, то есть разделит от любви Христа скорбь, или теснота, или гонение? Гонение – это что-то очень страшное, казалось бы. То есть это то, что было с Павлом. Он говорит, меня постигшие гонения в Антиохии, вернее, в Иконе и Сербии, с Икони и Листрах и Дервии. И эти гонения, они были с ним очень сильные. И он говорит, гонение, или голод, когда конкретно не хватало пищи, он это переживал, или нагота, то есть отсутствие одежды, чтобы согреться. Он сказал в одном послании, принеси плащ, вот этот филонь назывался, принеси плащ, передайте плащ, который где-то был, он нуждался. И Господь говорит, опасность или меч. Меч – это смертельная опасность, это покушение на убийство. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не только написано, что я могу жить в скудости, в изобилии, в голоде и в сытности. Но здесь говорится о самых разных областях, которые могут атаковать тебя. Мы также сказали о том, что ты победитель над греховным миром. Ты победитель над греховным миром. Мир не может тебя захватить и победить тебя, если, конечно, ты сам не подчиняешься миру, если ты не живешь по законам. И знаете, Бог хочет, чтобы мы, как христиане, держались, были победителя над этим миром, чтобы мы хранили также чистым свое тело. Скажите, аминь за это, аминь. И Господь, Он говорит, что рожденный от Бога побеждает мир. Нас не может ничто в этом мире победить. Не может, никогда не может победить, потому что мы все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Слава Господу. Аминь. Нас не может это ничто победить, потому что мы сильнее этого, мы выше этого, мы имеем нечто большее во Христе. Он дал нам высшие ценности. И поэтому слово говорит, что мы победители над миром. 1 Иоанна 4,4. Это вера, победившая мир, вера наша. Слава Господу Иисусу Христу. И Павел говорит дальше, что может быть атакой на нас? Жизнь, смерть, ангелы, настоящее, силы, будущее, высота, глубина, широта не может отлучить нас от любви Божьей. То есть мы с вами обречены на победу. Я говорю вам, что иногда каждый из нас, и я в том числе, мы подвергаемся таким сомнениям, потому что, когда ты чувствуешь давление, и давление идет на тебя определенное время, и идет неожиданным образом, то приходит такое разочарование и смущение. И ты думаешь, что это будет так всегда. Но так не будет всегда. Потому что Бог говорит иначе. Аминь. Библия говорит, Бог избавит нас от всех скорбей. Библия не говорит, что ты в проблемах, и ты будешь всегда в проблемах. Бог никогда не говорит, что тебе трудно, и тебе будет всегда трудно. Нет. Господь говорит об избавлении. Господь говорит о вере. Господь говорит о милости, и у нас есть право это получать у Бога. Аминь. И Давид говорил, я воззвал к Богу, и Он поставил меня на безопасном месте, Он избавил меня. Там много в псалмах сказано, я не стал специально делать подборку псалмов, потому что очень много есть мест Писания о избавлении. Псалом 26, Господь говорит, Давид говорит, если на меня ополчится и полк, не убоится сердце мое. Аминь. Не убоится сердце мое. Мы победители. Во Христе. Мы свободны во Христе. И даже если мы какое-то время можем находиться под давлением, Иисус тоже был под давлением, тем более каким давлением. Если апостолы имели такие испытания, избранные Богом, лично Иисусом, имели даже кончину ради Господа, то есть были казнены, там Библия говорит, и мужи Божии были перепиливаны, пилами и так далее, были в пытках, но они были все победители. Итак, Луки 10, 19 стих говорит нам, что я даю вам силу наступать на всю силу вражью, на змей и скорпионов, и ничто не повредит вам. Луки 10, 19. Ничто не повредит вам. Здесь уже говорится победе над демонами, победе над силами ада. Написано ничто, то есть нет ничего, это тоже совершенное слово. Ничего нет, что бы повредило бы вам. Скажите, аминь. То есть область духов, область плоти, область мира, область нужд, финансов, оно не может победить тебя. Помните и всегда оставайтесь верными Богу в вере, то что Господь сильнее и Он всегда сохранит тебя и поможет тебе, и ничто не победит тебя. Итак, Луки 10, 19. Иисус сказал, что я даю вам силу или власть наступать на всю силу вражью, скажем всю, всю силу вражью, и ничто не повредит нам. Ничто не повредит нам. Слава Господу, слава Богу. Поэтому в Ефесянам 6 главе говорится тоже сильное слово, говорится так, что укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие, чтобы стать против козни дьявольских. И ниже пишется слово, говорится так, 13 стих. Для этого примите всеоружие Божие, Ефесянам 6, 13, чтобы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Ефесянам 3, 6, 13. Все победив устоять, все преодолев устоять. Скажем, пожалуйста, все преодолев. Все преодолев. Все. Есть обещание Божие. Если мы облечемся в Божье всеоружие, то мы все преодолеем. Бог не говорит, что вы только частично победите. У вас только немножко получится. Слава Богу, Библия говорит другое. Вы все преодолеете. Скажите аминь. Скорбь, одиночество, тоску, разочарование, огорчение. Все преодолеете во Христе. Есть победа. Полная победа. И мы знаем это в вере. И мы приходим в церковь, чтобы верить и побеждать. Слава Господу. Мы не будем верить, что наше плоть сильнее, чем наш дух. Да, плоть иногда может проявлять себя. Но, слава Богу, она распята со Христом. Она побеждена со Христом. Но если где-то мы скажем или подумаем, или что-то поступим по плоти, мы молимся Иисусу Христу и духом побеждаем плоть. Скажем аминь, да? Написано, если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщаете дела плотские, то живы будете. Мы выбираем дух. Мы выбираем духовную сферу. И поэтому духовная жизнь. Почему нам важна, ценна жизнь духа? Почему мы, взрослые, иногда боимся сказать лишнее слово? Молодежь очень проще относится к этому. Но есть к этому причины. Причины молодежи, что молодежь может больше повеселиться, больше пошутить. Они могут что-то где-то громко крикнуть. Они могут громко спеть. Они могут посмеяться. То есть это выражено определенными факторами. В защиту сказать, они молоды, они очень уверены. Они еще не прошли большой путь такой скорбей, личных скорбей. И их энергия, их сила, их молодость, она выплескивается в разных формах. То есть они могут шутить, смеяться, говорить. Не всегда правильно. И часто, может быть, даже неправильно. Потому что особенно в общениях осторожно быть. Надо вот, братья и сестры, когда мы уже не поклоняемся, не служим, а просто разговариваем, чтобы не говорить пустое, не говорить ненужное. А вот это все, оно как-то легко выплескивается у молодежи. И надо сказать, они любят Бога. Они стремятся к Богу. Но они всегда еще осторожны. В более взрослое поколение они имеют больше благоговения. Я не говорю о каждом человеке. Каждый человек разный. Но такая осторожность, благоговение – это особое почтение к Богу. Боязнь потерять Божье присутствие. Боязнь потерять помазание. Боязнь потерять услышать голос Божий. И поэтому родители или взрослые, они стараются не говорить лишнего, особенно кто вот прибывает в служении или кто в прославлении, в молитвенном служении, в служении слова. То есть мы стараемся сохранить благоговение. Благоговение – это осторожное, почтительное отношение к Богу. Потому что можно пустым словом, Библия говорит, за каждое праздное слово мы дадим отчет в день суда. И слово говорит, при многословии не миновать греха. Сдерживающий уста свои разумен. Глупый наговорит много, хотя не знает, что будет после этого. Но мудрый человек воздержан. То есть он мудрый, он понимает, что каждое слово может вызвать смех, шутку, расслабление такое. Духовно человек расслабляется, он духовно опускается, а плоть его как-то проявляется. Поэтому, но победа, если мы живем по плоти, то мы умрем. Да, мы будем в проблемах, даже если мы смеемся. Поэтому мы не ходим на вечера юмора. И мы, конечно, смотрели, может быть, какие-то программы еще с юности. Мы что-то видели. Или там были некоторые юмористы еще в Советском Союзе. Но Слово Божие, оно живо и оно действенно. Оно острее меча обоеду острова. Оно проникает до разделения души и духа. И если ты перед Богом, и ты справедлив, ты поступаешь так, как хочет Господь, Он даст тебе победу. Он даст нам победу. Мы победители во Христе, друзья. Каждый из нас. Павел говорит, Он дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. И благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Аллилуйя. Дадим Богу хвалу. Дадим Богу хвалу. Мы победители во Христе. Аминь. Аминь.